Рассмотрим электровосстановление гексоцианоферата 3 до гексоцианоферата 2 в растворе на электроде площадью А сантиметров квадратных. Предположим, что электровосстановление вызвано приложением подходящего отрицательного потенциала к электроду. Конечно, требуется второй электрод, чтобы обеспечить прохождение электрического тока. Но более детально мы поговорим про эксперимент в следующем видео, а пока рассмотрим его на упрощенном примере. Процесс переноса электрона между электродом и частицами гексоцианоферата 3 происходит посредством квантово-механического туннелирования между двумя точками. Соответственно, гексоцианоферата 3, который принимает участие в реакции электровосстановления, должен находиться в пределах примерно 10-20 ангстрен. От поверхности электрода, поскольку скорость туннелирования сильно падает при увеличении расстояния, так как это требует перекрытия квантово-механических волновых функций. Отсюда следует, что для восстановления аниона гексоцианоферата 3 на электроде он должен диффундировать из объема раствора в пределы расстояния, необходимого для туннелирования электронов, прежде чем произойдет перенос электрона. Перенос электрона приводит к прохождению электрического тока через электрод. Этот ток связан с потоком реагента, участвующего в реакции, в следующем уравнении. Здесь F – это постоянная фарадея, а площадь электрода. Поток можно рассматривать как меру скорости гетерогенной межфазной электрохимической реакции. Скорость будет изменяться во многом так же, как и в случае гомогенных химических процессов, где n – порядок реакции, kn – константа скорости n-ного порядка, а нижний индекс 0 возле концентрации означает, что это поверхностная концентрация, а именно концентрация в пределах расстояния туннелирования электрона. Три важных момента относятся к этой формуле. Во-первых, очень часто встречается случай, когда n равно 1, что соответствует гетерогенной реакции первого порядка. В этой ситуации константа скорости выражается в сантиметрах на секунду, то есть в единицах скорости. Не путайте этот случай с гомогенными реакциями, для которых размерность константы скорости выражается в секундах в степени минус 1. Во-вторых, тот факт, что концентрация записывается с нижним индексом, подчеркивает, что соответствующая концентрация реагента – это концентрация в преэлектродном слое, а не в объеме раствора. То есть получается, что выражение верно, потому что прохождение тока через границу раздела электрод-раствор приведет к снижению концентрации реагентов на поверхности электрода. Затем вещество будет диффундировать к поверхности электрода благодаря установленному градиенту концентрации. Соответственно, из-за этого следует, что концентрация реагентов и продуктов реакции могут сильно отличаться у поверхности электрода от концентрации в объеме раствора. В третьем и четвертом разделе этого курса станет более очевидным, что в ходе электрохимического процесса концентрации меняются как во времени, так и в пространстве. Отслеживание изменения концентрации в зависимости от расстояния до электрода и во времени является ключевой задачей в понимании вольтамперометрии. В-третьих, константы скорости гетерогенных реакций зависят от температуры и давления, так же, как и в случае гомогенных реакций. Но для гетерогенных электрохимических процессов константы скорости так же чрезвычайно чувствительны к электрическому потенциалу. В частности, как будет показано в 12 лекции этого курса, часто наблюдается экспоненциальная зависимость константы скорости от разности потенциалов между электродом и раствором. Более того, во многих случаях, если разность потенциалов изменяется всего на 1 вольт, тогда изменение константы скорости составит 10 в девятой степени. Огромное число. Но прежде чем разбираться с экспоненциальной зависимостью электрохимических констант скорости от потенциала, мы сначала рассмотрим экспериментальный способ, с помощью которого разность потенциалов может быть наложена на границу раздела электрод-раствор.